здравствуйте дорогие друзья приветствую всех наших родных постоянных слушателей и дорогих случайных гостей нашего канала спасибо всем за то что вы есть с вами как всегда голос истинный ну что дорогие друзья о чем будет сегодня ролик будем позитивничать позитива будет немножко расслабимся потому что последние дни по известным событиям немножко напряженными были так далее и тому подобное но все идет к лучшему все нормально наши доброжелатели не доброжелатели нервничают в сторонке но продолжает рвать свое одно место что-то хотят но не получился и не получается потому что мы мудрые народы так вот о позитивчиках да кстати на экранах вы видите да один наш родной дорогой некоторых построил бы один ряд с их флагами вот так нужно унижать флаг да один стоит и пальцем вверх и вы знаете что это означает от этих построил построил бы один ряд вот такой поколение у нас вырастает так и будет привет папе тренеру красавчик-то наш ладно с чего начнем а я же позитивчик обещал что у нас тут есть опа как все хорошо пошло сразу с этого национальный герой армянского народа на государственном уровне национальный герой армянского народа манвел григорян пожалуйста подал на суд того кто объявил о том что манвел григорян национальный герой армянского народа генерал насиловал детей детей что же она там сказала что она сказала амбарцумьян в интервью газете грабарак заявил заявила что григорян должен быть осужден не только за кражу солдатских пайков и хранение оружия но из-за изнасилования детей герой армянского народа магнат тушенок и туалетных бумаг национальный герой армянского народа насиловал еще и детей за это его будут судить отдельно не только в суде но и там где его паса куда его потом посадят посадят там его покажут как правильно по инструктаж по инструктажу нужно изнасиловать ему все там покажут расскажут и покажут национальному герою армянского народа кстати по сей день он не лишен этой звания его лишили там почетный гражданин и чмид за и чмид зина но город такой есть так далее там подобное так а вот национальный герой национальным героем армянского народа он по сей день является поздравляем так потом что у нас тут ребята что у нас тут потом идет о по ну ну как же как ну как же узнали ким кардашян гордость ну тут не официально не официально но тоже является национальным героем армянского народа потому что ею гордятся очень сильно гордятся даже гордятся есть армяне тут знают даже блогеры есть армянские которые гордятся количеством подписчиков этой порно звезды они гордятся рассказывает об этом какая она там знамен фин champions citrus нам знамения знамя не знамя знамя хрен выскажу сейчас знаменитая тогда ли там подобное они найду's узнает именно всех ее мужей любовник а тогда ведь но почему я об этом говорю на пустом месте ребята и на пустом месте раз мы Потому что то, что сейчас вы увидите, вот только тогда вы меня поймете. Видите вот эту обложку? Знаете, что это такое? Это обложка денежников у школьников армянских. Что же, креативность авторам, конечно же, не занимать. Только вот есть небольшие опасения. Как бы в погоне за креативом на тетрадях и дневниках не оказалось фотографий из известных журналов «Максим» или «Плейборь». Хотя это вряд ли случится, ведь не каждая же любимица Хю Хефнера армянского происхождения. Кардашьян – это совсем другое тело. Она же наших кровей, ну, то есть своего рода армянская достопримечательность. Это вполне оправдывает даже глубокое декольте звезды. Ведь достопримечательность всегда нужно предоставить с выгодной позиции. Во всей красе. Вы чувствуете, да, как сладко я все это читаю. Это тетради. Цена даже есть, видите. 790, наверное. Драмов? Нет, не драмов там. Не знаю, как у них копейки идут. Короче говоря, они начали штамповать армянский народ. Вот, ребята, внимательно. Я всегда за вас. Если вы внимательно вникаетесь, да, в мои ролики, в мои слова, то я всегда за вас, за армянский народ. Я пытаюсь вас освободить от армянства, от идеологии армянства, от нацизма, фашизма, которые заложены в этой идеологии. Основа этой идеологии является нацизм, фашизм, возврат, разврат и так далее и тому подобное. Ниджуизм и так далее и тому подобное. Это губит вас, ребята. Это губит вас. Вот в этой идеологии заложено еще то, что армяне должны гордиться всеми своими армянами. Не важно, кто он. Он ублюдок. Он великий действительно человек. Он профессор. Ученый. Он гандон. Он убийца. Он педофил. Не важно, раз он армянин, значит, армянский народ должен гордиться этим человеком. Как в данном случае. Вы штампуете на тетради, на дневниках. Фото порно-звезды. Очнитесь. Походите из гипноза. Ёлки-палки. За зомбированные дебилы. Хватит уже. Так вот. Что у нас тут еще есть? Что тут у нас еще есть? Чем у нас тут? Да, ребята. Это уже серьезно. Это уже серьезно. Сейчас, минуточку. Так, это армянский священник. Я точно не помню, в Сочи или в Ростове. Ну, в России. Знаете, о чем он тут рассказывает? Очень злой. Очень злой. Не, я хочу, чтобы... Смотрите, как он злится. Если вы знаете, о чем он говорит. Бизнес, бизнес. Знаете, в чем дело тут, ребята? Дело в том, что он ругается со своими армянами. И говорит, если вы хотите, чтобы я не занимался бизнесом, то содержите меня как короля. Я дословно. Потому что я читал эту статью. Это ролик где-то получасовая. Кому интересно, могу скинуть. Это кусочек из этого ролика. Говорит, если вы не хотите, чтобы я не занимался, бизнесом, бизнес, биржа, бизнес. Ой-ой-ой. Содержите меня как короля. Он тут еще ругается с одним армянином. Только потому, что он купил кое-что. Я не знаю, свечи или нет. Но не свечи. Что-то относится к религии. Их одежда или что-то такое. Купил не у него в церкви. А купил он это в Армении. Потому что там подешевле. Он наезжает на него. Ну и что у нас тут дорого. Надо у нас покупать. И так далее и там подобное. Ребята, это что такое? Это капец просто. Смотрите, какой он злой. Говорит, ну и хотите, чтобы я занимался бизнесом? Содержите меня как короля. Обалдеть просто. Так, ладно. С этим понятно. Что у нас тут еще есть? Я не знаю даже, что тут сохранил я. Это вообще. Что тут у них. Хороший или плохой. Но известным. Что-то такое. Хороший или плохой, но хочется быть известным. Что такое написано? Сейчас. Это чисто для позитива. Человек тренуруется. Воин Арцоха. Ну, Арцох есть такой незаконно рожденный Арцох. Незаконно рожденный Арцох. Он один из защитников. Посмотрим, что он делает тут. Только не падайте. Уй, ё. Слышите звуки этих ударов? Ветер ломается. Ломается ветер даже на пути его движений. Давайте еще раз. Ха-ха-ха. Ой, придурок, ёлки-палки. Ладно, тут мне... Наш брат Вазил написал. Смотри этот ролик. Смотри этот ролик. Ну, знаете, я этих долбариков не смотрю. Ну, всякие вот эти... Дэжиде, прости, Тутка, Шалава, Артем, и так далее, и тому подобное. Скинул мне там под роликом ссылку. Говорит, смотри, смотри, какой фиг они сделали, и так далее. И чувствуется даже, если бы даже он написал такое зловое, как всегда, ну, возил же такое. Я посмотрел вынужденно, честное слово. Не до конца, честно, но именно от те моменты, до того момента, где они выставляют какие-то вот эти выразки, типа какая-то организация чеченская, что-то там написал, потом выставляют слова какого-то фейк азербайджанца, потому что, ну, я минут пять максимум занимался, ну, для интереса. Не нашел ни такой организации, ни такой... Ну, нигде ничего подобного нет. Дело не в этом даже. Я на всякий случай. Но даже по тексту, Фазир, ты правильно говоришь, что фейк все, это подделка. Даже по тексту, как написано, сразу можно определять почерк армянской пропаганды. Вот те люди, которые действительно давно занимаются этим, читают их и так далее и тому подобное, они моментально определяют по фразам, по фразам, как они... Ну, то есть, почерк уже известен. Моментально видно, что, да, это написали из армянской пропаганды. Поэтому не обращайте сильно внимания. Да, разоблачать это совсем другое дело. Говорит об этом, показать, совсем другое дело. Но не воспринимать это, не злиться. Самое главное, что вот какие они подонки, подлицы. Ну, мы это знаем. Что тут такого? Знаем. Они больше и больше злятся, намного больше и бесятся. Потому что, сами видите, последнее время, последние месяцы, годы у них нихрена не получается. Раньше они делали все, что угодно. Сейчас не получается, потому что мы есть уже. Мы, можно сказать, сформировались. Потому что вынуждены были... Мы говорили, да, об этом. Вынуждены были. Надоело их вот эти подделки, фейки, клевета в адрес нашего народа, вранья, лыжи и так далее и там подобное. Терпели, но сейчас они получают полный... По-полному. А вот эти события, которые происходят, тут есть плюсы, например, события в Караганде, как они начали валить все на азербайджанцев, потом конфликты азербайджанцев-чеченцев и так далее. Вы не представляете, ребята, этих роликов, этих роликов на эти темы смотрят десятки, сотни тысяч людей. Как это, например, было в Караганде, то есть сотни тысяч людей смотрели ролики об этих событиях, где мы, наши ребята, не только в YouTube, но и в других социальных сетях раскрывали лицо армянской пропаганды, их менталитет и так далее. И сами, наверное, многократно увидели со стороны казахов такие примерно фразы, черт возьми, а мы-то не знали, оказывается, вон что. Вот они какие оказываются и так далее и там подобное. И то же самое в этой ситуации. Пока мы ждем преждевременно конкретно сказать, на каком уровне замешан гварданян этот конфликт. Но в любом случае мы показали их роль в таких конфликтах. Даже если этот гварданян не замешан, но как они вели себя, ведут себя в таких конфликтах, мы это все показываем. И люди действительно задумываются, нифига себе, они же пишут везде. Я показывал их статьи даже на сайтах, прессах их, как они разогревают эти конфликты. Раздувают. И в этом случае очень-очень много чеченцев смотрели, послушали, задумались. То есть узнали более или менее их истинное лицо. Самое главное, какая подлая, грязная, коварная армянская пропаганда. Очень-очень многие люди, даже за последний месяц, если взять последний месяц, последние полтора-два месяца максимум, да, в связи с этими событиями. Представьте себе, сколько тысяч людей получали информацию, очень важную информацию о наших пушистых соседях. А то, что они делают, ребята, говорят, пишут. Не обращайтесь сильно на все это внимания. Они же тоже должны что-то делать. Вот после событий Караганды, они до сих пор пишут. У вас, они нам пишут, представляете? У вас с Карагандой не получился сейчас чеченцами, да, типа. Типа, типа, мы все на армян валим и получился у вас и так далее и тому подобное. Но по факту это совсем другое. Пусть говорят, пусть пишут, пусть нервничают. Все хорошо, все замечательно, все прекрасно по большому счету. Все нормально. Это я вам говорю, ребята. Так вот. Ну, вот смотрите. Ладно, покажу кое-какие шедевры. Ну, смотрите, с какими людьми мы имеем дело. Это Трэндец. Армения – одна из древнейших государств на планете Земля. Зайди в гугли, напиши там, прочитай. Я понимаю, в ваших учебниках истории может и так написано. Смотрите. Но во дворе 21 век, внимание, спроси у Алисы. Спроси у Алисы. Теперь армян историк, новый историк появился. Пророк интернета Алиса. А что там, что за Алиса, мы это знаем. Да, любой текст загружай. Помните, да, вот эту фейк-подделку загрузили тоже? Ну, коварные же люди, грязные, подлые. Спросили, там она начала, будет, 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 будет. То есть, тот же самый текст написали, возвысили Альмению, загрузили туда. Алиса там Трэндец. И она, и этот, как его, сако, плитуян, что там, с гордостью говорит, спроси у Алисы. Представляете, это источник для них. Это как бы факт, доказательство. Спроси про Армению, и все, что скажет Алиса, значит, это правда. Вот такая правда, понимаете? Что у нас еще тут есть? Я что-то тут оставил. А тут Туманян сам прикалывается над своими. А как назвали Баку? Может быть, Тигран Акерд или по-другому. Какое это имеет значение? Я же говорю, что вы живете в виртуальном мире, который создали сами вы националисты. То есть, антиковатный Армянин попался, да? Ну, единицы. Они в Красную книгу попадают. Эксклюзивные они все. Очень мало, очень мало. Обалдеть. Сами понимают, сами знают, что это все миф. Это все такая чушь. Все время аромы, аромы. Арими, мими, мими, дыри, мими. Читайте историю, читайте историю. Эти люди не задумываются, что сколько можно писать, говорить это. Люди уже действительно издеваются, ржут над вами. Нет, не остановятся. Потому что зазомбированные уже люди. Тут что? Грузинские буквы алфавит. Эдуард, очень образованный человек, пишет. Грузинские буквы алфавиты, как братскому народу придумал наш месроп Маштоц. Первоначальный вид был похож на армянских букв. Потом грузины немного округляли вид букв, чтобы они отличились от армянских. Другой тот же пишет. Как братские народы армяне внедряли большой вклад на культурное и в общем развитие Грузии, тем более столицы Теблисы, грузины, грузились, должны быть благодарен нашим предскурам. Да, дорогие мои, да? Ну, все об этом вы знаете, но читать, как они это пишут, как они преподносят, это просто шедевр. Смотрите это. Мало что туркоазеры присваивают себе все наше, теперь еще и курды объявились. То есть, понимаете, да, что происходит? Все, что есть у турковоазербайджанцев, они уже присвоили, теперь перешли и на курдов, тем более на грузин. Вот это именно написано тут. Они говорят, мало что это азеритург присваивают. Сейчас еще, говорит, курды появились. Да. Так, это убираем. Что тут у нас дальше? А вот это уже происходит перед нашими глазами, ребята. И представьте, что происходило до нас. Вот, вот что происходит перед нашими глазами. Как присваивают, как зомбируют свой народ же, чтобы они считали чужие земли, чужие, топонены культуру, музыкой своими. Смотрите, как написано. Армянин, запомни. Не Агры, а Арарат. Не Стамбул, а Константинополь. Не Джахаветти, а Джахавах. Это уже Грузия, да, знаете? Не Нахчеван, а Нахидиджван. Не Карабах, а Арцах. Арцох, извиняюсь. Не Шуша, а Шуши. Не Лачин, а Бердазор. Не Эрзурум, а Карин. Не Кельбаджар, а Карвачар. Это все оккупированные территории Азербайджана. Представляете? Они уже внедряют в голову своему народу, что запомни уже, запомни. Обалдеть. Худжалы, не Худжалы, а Ивандян. Не Худжавент, а Мартуни. И так далее, и тому подобное. Представляете? Все имена районов, городов изменили, которые оккупированы под оккупацией, да? Все, это наше, это уже историческое название, понимаете? Сто тысяч лет назад эти территории так назывались. Так будут учить их в школах с книгами, на которых, на обложках, фотографии Тима Кардашьяна. Дебилы, что тут у нас все есть? Очень многие армяне говорят, покажи, докажи, где это какой-нибудь армянин говорил, что Иисус Христос, это армянин. Они поголовно все сами так говорят, когда между собой общаются. Поголовно. Но перед другими пытаются иногда отрицать это. Смотрите, что пишет Эдик Калстян. Что ожидать от евреев? Они убили Иисуса Христоса, Христоса, Сына Божьего. Харен говорит, вы читали Новый Завет, и там было так написано? Это серьезная дискуссия, ребята. Между ними, где нету других народов. Лиля присоединяется. Да, евреи предали армянина. Поняли значение этой фразы? Эдик говорит о Иисусе, о том, что евреи его предали. Другой интересуется, написано ли это в Новом Завете. Другая уже говорит, да, евреи предали армянина. То есть уже не Иисус Христос, а армянина. Поняли, да? Дальше там Харен. Одного апостола, Иисуса Христа, который пришел в Армению, возвещать. Евангелие убили. Вот так, ребята, знаете, было бы время, да, я, честное слово, знаете, сколько вот такого рода их общения вам бы показал. Это очень полезно, с одной стороны, с другой стороны, времени нет. полезно в том смысле, что это дает информации о том, вот такие вещи. Хоть я как позитив это преподнес, но на самом деле это мощная информация. Хотя многие подумают, там мы это знаем, они там говорят, нет. Но все равно это информация. Получаешь о тех людях, людях, с которыми ты имеешь дело. Тем более, если, не дай бог, такие люди враждебные по отношению к твоему народу. Ты изучаешь их, ты узнаешь о них больше, их, как они рассуждают, как они думают, как их зомбируют, что они, какую информацию получают, и так далее, и тому подобное, да. Чтобы ты сам уже был вооружен. И самое главное, знать, с какими людьми имеешь дело. Это очень важно. И с какими продлостями они занимаются. Так, что у нас тут? Вроде бы все. Ну вот смотрите, вот смотрите. Какой фейк. Просто на глазах. На глазах. Это типа страница Фуада Абасова. И Фуада Абасов, смотрите, якобы, что у себя на странице, какую заметку оставил. Никто эту заметку не увидел, кроме армян. Как нам ловко удалось подставить Абувьяна. Дорогие мои азербайджанцы, должен вам признаться, что автором этой идеи являюсь я. То есть, а сейчас покажу даже. Помните вот это высказывание Армана Абувьяна? Вот это. Якобы это подделал сам лично Фуад. И об этом он открыто написал у себя на странице и гордился этим. Вы когда-нибудь со стороны Фуада увидели такого? Во-первых, во-вторых, во-вторых, где это у него на странице? Нету ничего подобного, не было, и никто не увидел. Представляете, перед глазами даже так нагло, так грязно, так... Они уже, их не смущает тот факт, что окружающие уже знают, что, на что они способны, на каком уровне они врут, лгут, на каком уровне они делают фейки, подделки. Это их уже не смущает. Они до такой степени привыкли к этому, да? Им от этого не стыдно. Представляете, перед собой сидит человек, и этот человек знает, что ты знаешь, что он врет, и он продолжает это делать. Представляете себе? То есть, перед тобой человек сидит, врет, и он знает, что слушающий его человек знает, что он врет. Знает. И он сам об этом знает. Но он продолжает это делать. Вот сейчас армяне в таком ситуации. Они знают, что все окружающие знают, что они врут, они лгут, у них подделки, фейки одни, почти что. Но они продолжают это делать. Невозможно же остановиться. Вот до чего давили свой армянский народ, их вот эти пропагандисты, идеологи и так далее. Я часто об этом говорю, буду говорить, конечно же. Так вот, вроде бы все. Спасибо всем за терпение. Самое главное в моей жолике длинной, да, знаю. послушайте в режиме на скорости, поставьте 1.5. Есть такая функция. Есть такая функция, поставьте, я говорю уже, я сам очень часто длинные ролики именно так и слушаю. Ставлю скорость повыше и ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту и все. Например, там 20 минут ролик, да, я его за не 10, но за 15 минут слушаешь и все побыстрее. Так, все, больше у меня тут нету. Ну, ладно, посмотрите напоследок это. И всем пока, счастья, здоровья, будет время еще запишем этот ролик. Господи, как мне страшно взрывать. Уж меня трясет. Увы, сейчас микрофон поближе подержу, чтобы слышали звук его удара. Давайте еще раз. Ашотно, ашотно ты, ашотно. Слышите, да? Конец всем, всем конец. Пока, пока всем, родные, пока Жан-Жигярики.